Приветствую зрители моего канала. Сегодня у нас обзор на фильм 1988 года режиссера Уэса Крейвена «Змей и радуга». Кинокартина была снята на основе книги Дэвиса Уэйда, антрополога из Гарвардского университета, который в начале 80-х ездил на Гаити, чтобы исследовать практику религии вуду. Его внимание было сосредоточено на зомби и наборе веществ, используемых для создания ядовитого порошка, превращающего людей в живых мертвецов. Умозаключения автора были подробно описаны в наушно-литературном произведении «Змей и радуга», опубликованном в 1985 году. Дэвис и его книга были подвержены резкой критики со стороны научного сообщества, утверждающего, что в своих докладах он допустил несколько грубых неточностей. «Змей и радуга» Уэса Крейвена является одной из немногих вылазок на территорию Гаити. После «Ночи живых мертвецов» мало кому нравилась магическая первопричина появления зомби. И действительно, ведь куда легче перебросить ответственность за появление мертвецов на некий безымянный химикат. Уэс Крейвен решил копнуть глубже, до самых костей. В книге «Змей и радуга» автор пишет, что на Гаити боятся не самих зомби, как это часто показывают в фильмах. Там боятся стать зомби, потому что став зомби, человек переходит в состояние вечного чистилища, в котором нельзя следовать естественному циклу жизни и смерти. Это своего рода наказание, аналогичное электрическому стулу. Мало какой фильм способен похвастаться настолько достоверной информацией и осязаемостью гаитианской магии. Как-то слишком все земное. Ритуалы показаны предельно реалистично, зомби пугают своей правдоподобностью. Это не полуразложившиеся фантастические твари, показанные в фильмах Ромеро. И огромная доля ответственности за это, естественно, лежит на плечах Уэйда Дэвиса и его книги. Ведь, по его же мнению, книга его не выдумка, а серьезное документальное исследование. Именно поэтому Дэвис негодовал, когда увидел конечный результат. В погоне за зрелищностью и кассовыми сборами Уэйс Крейвен снял, по мнению автора книги, оляповую концовку с битвой героя и мага. Вообще, изначально Дэвис продал права на экранизацию с условием того, что в главной роли будет сниматься Мэл Гибсон, а режиссером выступит Питер Уэйр. Начало истории почти совпадает, как в фильме, так и в первоисточнике в книге. Вот что пишет автор в своем труде. «Меня послали на Гаити после того, как группа выдающихся врачей нашла существо, которого сочли за первого известного науке зомби – человека, чья смерть была подтверждена современным медицинским оборудованием и который несколько лет спустя вернулся в мир живых. Этот случай привлек их внимание, так как они не верили в магию, им нужно было материальное объяснение. Ученые заинтересовались рассказами и слухами о существовании народного яда, который каким-то образом приводит человека в состояние видимой смерти так, что это может обмануть даже врача с западным образованием. Они стали исследовать различные зелья, порошки и снадобья. Наблюдая за приготовлением этого порошка в различных районах Гаити, я обнаружил, что основным ингредиентом была морская рыба, во внутренностях и на чешуе которой содержится чрезвычайно сильный нервно-паралитический яд – тетродотоксин. Этот яд настолько токсичен, что для летального исхода достаточно дозы на кончике булавки. Он действует на человека очень странным образом, вводя в состояние подобные смерти. В Японии и Южной Азии были неоднократные случаи, когда людей клали в гроб живыми. Именно это вещество содержится в популярном и крайне экстремальном японском деликатесе – рыбе фугу. Смертельный рецепт, не правда ли? Смертельно опасными показались продюсерам и съемки картины. Из-за политических и гражданских беспорядков в Гаити на момент съемок картины местное правительство проинформировало съемочную группу, что не смогут гарантировать им безопасное пребывание на Гаити. Поэтому съемочная группа спешно переехала в соседнюю Доминиканскую республику, чтобы завершить съемки. В Доминикане, как многие знают, хозяйничают американцы. И поэтому Санта-Доминго добродушно принял команду Уэса Крейвена. Картина любопытна еще и тем, что в ней демонстрируются реальные кадры свержения диктатуры клана Дювалье – отца и сына, а также спешную эмиграцию Дювалье младшего из страны. История диктатуры отца и сына Дювалье тесно переплетена с событиями фильма и достойна отдельного обзора на каком-нибудь политическом или историческом YouTube-канале. Старший Франсуа Дювалье по прозвищу Папа Док, который расправлялся с жителями Гаити, правил вплоть до 1971 года. Для нагнетания страха и приобретения популярности Дювалье умело представлял себя колдуном Вуду и даже бароном Субботой, вождем мертвецов. Тон-тон Макуты, отряды полиции, орудия диктатуры также изображали из себя выходцев из загробного мира. Когда американская администрация Джона Кеннеди начала критиковать Дювалье за процветающую коррупцию и хищение средств, поступающих в качестве помощи, а позже вообще приостановило представление помощи. Папа Док истыкал иголками восковую фигурку Кеннеди и впоследствии гибель Кеннеди была представлена на острове как следствие этого колдовского обряда. Новые власти США возобновили помощь диктатору, чтобы он не истыкал иголками их фигурки. Однажды Дювалье даже пообещал с помощью колдовства призывать самого дьявола, чтобы он поделился силой со всеми вудуистами Гаити. Съемочная группа работала не покладая рук, так как экзотическое место съемок заставляло нервничать страховую компанию и бухгалтеров студии. К съемкам подключился непосредственный продюсер Роб Коэн, который в прошлом 87 году успешно спродюсировал картину со Шварценеггером «Бегущий человек». В картине «Змей и радуга» Роб Коэн также выступил режиссером второй съемочной группы. Исполнитель главной роли Билл Пуллман недавно женился и супруга отправилась с ним на эти экстремальные съемки, а также поучаствовала в одном из эпизодов картины. Вот она, вставляет иглу. Оригинальный саундтрек к фильму был выпущен на CD-дисках в экземпляре всего 10 копий. Отчасти это было связано с плохим начальным прокатом фильма, да и переход от виниловых пластинок компакт-диском проходил в то время еще крайне медленно. Кстати, о музыке. Моментально узнается музыкальный почерк композитора Брэда Фиддала. Эти звуки металлических наковален присутствуют и в фильмах о Терминаторе. Однако «Змей и радуга» оказался оригинальным не только по содержанию, но и в техническом плане. Невероятно жутко и зловеще демонстрируется видение главного героя, будь то провал под землю или сюрреалистический спуск в логово колдуна, где отменены все законы гравитации. Согласно небольшой статье о фильме в журнале Фангория. Изначальный хронометраж фильма был длиною в три часа, но Уэс Крейвен в последний момент осознал, что это слишком долго, и в спешке фильм был перемонтирован до 98 минут. Слабоватые сборы в кинотеатрах отнюдь не делают эту картину изгоем в жанре. Напротив, кинокартина одна из немногих, что существует о культе Вуду. Потрясающий фильм, наполненный колоритом Гаити. Достаточно интересен и явно будет пересмотрен не раз, так как сделан крепко и грамотно. На момент выхода этого обзора в сети интернет нет ни одного перевода на русский замечательной книги «Змей и радуга». Внизу под роликом я оставлю ссылку на книгу в оригинале, и если кто интересуется темой Вуду и владеет английским языком, могут скачать и прочесть эту любопытную книгу. Уэс Крейвен снял картину, в которой был заинтересован в творческом плане своеобразный шаг в сторону от обожженного лица Фредди Крюгера. Картина, несомненно, добавила к его авторитету режиссера дополнительный кредит доверия. Уже во время съемок один из продюсеров картины Роберт Энгелман уже вовсю обсуждал с Уэсом Крейвеном сценарий будущей картины «Электрошок». Но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова